Вот этими гаджетами ты сможешь защитить себя и своих близких в любой ситуации, и их сегодня я тебе и покажу. А если ты досмотришь ролик до конца, то сможешь принять участие в конкурсе. Погнали смотреть! Всем привет! Я думаю, что каждый человек хоть раз задумывался о теме защиты и самообороны, ведь защищаться в нашем суровом мире нужно очень часто. И по этому случаю я сегодня покажу вам целую кучу гаджетов для самообороны из Китая. Которые мне показались самими достойными. Все ссылки на товары я как всегда оставлю в описании под роликом, а также и на кэшбэк. Это такое приложение, которое экономит твои деньги при покупке в любом интернет-магазине. Реально работает! Переходи по ссылке в описании и знакомься. А когда ты досмотришь ролик до конца, то сможешь принять участие в конкурсе с денежным призом. Давай смотреть! И первым грозным оружием самообороны будет тактическая ручка с фонариком и ножом. Заставит нападающего врасплох. Размер прибора приближен к стандартному размеру обычной шариковой ручки. Поэтому его можно отнести к категории перочинных ножей. Помимо традиционных атрибутов тактической ручки, в виде крепкого металлического корпуса и усиленного конического кончика стеклобоя, получила фонарик и мини-нож в придачу. Оба эти инструмента прячутся внутри корпуса ручки и извне практически незаметны. Корпус ручки развинчивается на две части. В одной находится сама ручка со стержнем. На другом конце, который завинчен, небольшой нож длиной 2,8 см. Фонарик включается небольшой кнопкой на корпусе ручки. В итоге получится многоцелевой инструмент, который всегда под рукой и внешне ничем не отличается от других тактических ручек. Зонт с тростью в рукояти. Это необычный и довольно интересный инструмент для самообороны. Кроме самого зонта, который защитит вас от дождя и непогоды, вы получаете еще и небольшую трость, которая прячется в рукояти зонта. Она хоть и небольшая, но станет хорошим оружием в любой ситуации. С помощью трости вы можете отбиться и напугать вашего обидчика, стаю собак или еще кого-то. Ведь я думаю, никто не ожидает увидеть у вас в руках гибкую трость. А вы сами знаете, как можно хорошо пройтись гибким предметом по злоумышленнику и как ему будет больно. Брелок с стальным шариком типа кистень. На первый взгляд выглядит как невзрачный брелок из паракорда, хотя на самом деле этой штуковиной можно жестко отдубасить напавшего на тебя гопника. Дело в том, что помимо крепкой веревки и металлического кольца, в брелке есть еще и увесистый стальной шарик с диаметром в 2,5 см. При наличии некоторой сноровки ты будешь вырубать недоброжелателей этим импровизированным оружием на раз-два. А ведь оно не только на ближний бой рассчитано, можно и в бегущего противника запустить этой штукой, хорошенько раскрутив ее над головой. Длина составляет 25 см. Настоящая мужская вещь – металлическая плеть. Кто-то использует ее для самообороны, а в умелых руках это страшное оружие, а кто-то носит как браслет. В принципе, одно другому не помеха. Расстегнули браслет и вот вам грозная металлическая плеть для самообороны. Материал плети – нержавеющая сталь. Полная длина – 113 см. Вес – около 400 грамм. Компания Фрисолдер отлично себя зарекомендовала на рынке товаров для настоящих мужчин. Рекомендую. Кольцо для самозащиты – кошка. Нарастающее напряжение в мире постоянно заставляет производителей разрабатывать новые устройства и средства самозащиты. Дизайнеры также внесли свою лепту в это благородное дело и сделали они это с изобретательностью и юмором, разработав забавное и изящное кольцо «Кошка», которое, несмотря на свой веселый и безобидный вид, может нанести нападавшему довольно серьезные повреждения. Кольцо произведено из высокопрочной нержавеющей стали со серебряным или золотистым покрытием, а заостренные ушки превращают украшение в своеобразный мини-кастет. При этом кольцо весит всего 12 грамм и имеет эстетически привлекательный современный дизайн, эффективно вписываясь в гардеробы как мужчин, так и женщин. Складная саперная мини-лопатка. Это незаменимая вещь при выполнении спецзаданий как на службе, так и на гражданской территории. Лопатка удобно ложится в руку, что позволяет быстро делать подкопы с минимальной нагрузкой на руки. За счет ее легкости и портативности пригодится в любой ситуации, даже в ситуации самозащиты. Мужская половина, которая служила в армии, помнит, что подобная лопатка может в умелых руках. В разобранном виде она состоит из двух частей и легко помещается в специальный чехол, сделанный из прочной ткани. Ее не составит труда расположить в багажнике авто или в отделе походного рюкзака. Заостренная кромка помогает легко справиться с корнями деревьев во время копания, а при необходимости может заменить нож, если, конечно, хорошо заточить. Тактическая ручка «Игла» совмещает в себе и пишущий аксессуар и оружие для точечного воздействия на болевые точки противника. Благодаря своей утилитарности шансы забыть ее дома, в кармане другой сумки или костюма гораздо меньше, чем у газового баллончика. Корпус такой ручки имеет ударную коронку или клиновидное острие. Такая конструкция избавит вас от изучения болевых точек на теле человека. Болевая точка будет там, куда вы будете бить, при этом даже с небольшой силой. Именно поэтому тактические ручки рекомендованы для использования женщинам. Относитесь к ней не как к аксессуару, а как к инструменту, который может вам и не пригодиться тысячу раз, но в тысячу первый спасет вам жизнь, поскольку именно им вы можете поставить последнюю решительную точку. Ультразвуковой отпугиватель собак с фонариком Специально разработан для защиты человека от нападения злобных собак. Отпугиватель удерживает агрессивных животных на безопасном от вас расстоянии, при этом не причиняя им никакого физического вреда. В их сторону просто излучаются ультразвуковые волны и вспышки ультраярких светодиодов. Оснащение отпугивателя светодиодами позволяет использовать его как мощный фонарь. Для этого имеется специальная кнопка. Особый тамбр звука, ультразвук, настолько неприятен для собак, что они стремятся поскорее покинуть место, где его слышат, а сопровождение устрашающих световых сигналов усиливает эффект и обращает собак в стремительное бегство. Нож-коготь Довольно интересный нож в виде кольца на указательный палец. В отличие от боевых колец ниндзя, как у Т, и хевсурдских боевых колец сатитени, нож-коготь изначально имеет более мирные назначения. Его задача – вскрывать мелкие пакеты и посылки, а также перерезание веревок, бечевок, жгутов. Также будет полезен при любом виде обороны и нападения, за счет легкости, удобства и незаметности. Он маленький, легкий и острый, легко помещается в карман, бумажник, барсетку. И если не предъявлять ему завышенных требований, таких как заготовка дров и обустройство лагеря, то нож становится надежным помощником в повседневной городской жизни. Нож-коготь не относится к категории холодного оружия, а значит вы можете без боязни наносить его с собой. В руках же умелого человека этот небольшой ножик превращается в страшное оружие. Антипорезные рукава. Для условий работы, при которых существует риск порезов или защемления рук и предплечий работника. Идеальные решения, обеспечивающие защиту при обработке металлов, работах со стеклом, операциях сборки в автомобилестроении, при переноске и монтаже острых стекляных и металлических предметов. Идеально сочетаются с перчатками защиты от порезов. Нарукавники обладают высокой стойкостью к проколам, воздухопроницаемостью и отводам тепла. Также защитят вас от порезов кистей при ножевом бое. На улице такой рукав вам вряд ли пригодится, но как средство обороны от ножевых ран, такой рукав имеет право на жизнь. Кастет-отвертка. В отличие от других мультитулов, данная версия вырезана из одной стальной пластины, которая не займет много места в кармане, сумке или вообще может носиться на ключах, как брелок. Легкий, компактный, функциональный, устойчив к внешним воздействиям и с огромным сроком годности он великолепно впишется в ваш набор предусмотрительного человека. А еще эту штуковину можно зажать в руках, и у вас получится грозное, легкое и малозаметное оружие. Аварийный сигнализатор «Свисток». Персональные сигнализации предназначены для привлечения внимания окружающих в случае нападения. Двойная сирена мощностью 110 и 120 дБ, слышимая на расстоянии до 185 метров, поможет позвать на помощь сознательных граждан или полицию. Изделие выполнено в форме компактного брелока, который можно прикрепить к рюкзаку, кошельку или ключам. Для активации сигнала необходимо сильно и резко потянуть за цепочку, либо сорвать сам брелок. Для отключения звука вставьте штифт обратно в брелок. Бейсбольная бита с фонариком пригодится автомобилистам не только в качестве источника света, но и как предмет самообороны, а также будет полезен туристам и рыбакам. Фонарь бейсбольная бита имеет три режима работы – мощный, экономичный и сигнальный стробоскоп, что позволяет выбирать уровень яркости по своему усмотрению и тем самым значительно экономить заряд фонаря. Монолитный суперпрочный корпус, изготовленный из магний-алюминиевого сплава, устойчив к механическим воздействиям, а качественный отражатель, изготовленный с применением прочных и жароустойчивых материалов, имеет мощный и четкий поток света. К тому же фонарь имеет высокую герметизацию благодаря установленным на каждом соединении специальных резиновых шайб. Нож-монета Компактный брелочный нож используется как удобный аксессуар, хранящийся в кошельке или на ключах, если вам нужно перерезать небольшую веревку, открыть посылку на почте, разрезать бумагу, скотч и прочее. Такой нож представляет собой металлическую пластину, выступающую в качестве основы рукоятки и всего ножа. Поверх нее на втором слое находятся два элемента разной формы, но почти одинаковых размеров. Это откидной клинок в форме когтя, прикреплен к основе ножа посредством осевого винта и металлическая насадка фигурной формы. Накладка играет роль второй части рукояти, делая удержание ножа в руке более удобным, а также препятствуя дальнейшему ходу откидного клинка при открытом положении ножа. Мультикарабин Оптимально подходит для решения простых задач в бытовых, туристических или боевых условиях. Исполненный из прочного алюминия, мультитул помимо карабина включает в себя нож, пилу, отвертку плоскую, отвертку крестовидную и открывалку для бутылок. Данный инструмент не является панацеей, однако может сильно облегчить существование даже в мирной жизни. Основой мультитула является карабин, независимый инструмент для решения многих задач, организации навесной переправы, транспортировки раненого, ношения ключей и мелких вещей. Тактический фонарь с шипами Отличные решения для людей, которые любят охоту, активный отдых и экстремальные виды спорта. Данная модель хорошо продумана и содержит в себе много функций, которые могут пригодиться в несчастной ситуации. Одна из таких опций – это наличие четырех шипов, которые в случае необходимости послужат средством для самообороны. На рукоятке расположен стропорез в виде крюка. Его конструкция продумана с учетом безопасности, без риска поранится. Данное приспособление поможет перерезать веревку, если под рукой отсутствует нож. Данный фонарик работает в пяти режимах. Мощный луч до 1000 люмен обеспечивается светодиодом LED-T6. Корпус фонаря ударопрочный и влагостойкий, что позволяет использовать его в самых различных ситуациях. Десантная кевларовая каска. Форма шлема со специальными боковыми вырезами создает дополнительные удобства для работы с активными наушниками и радиогарнитурой. Предназначена такая каска для индивидуальной защиты бойцов ВДВ и специальных подразделений от травм и ранений и размещения специального оборудования. Обеспечивает защиту головы при падениях, ударах, воздействии взрывной волны, мелких осколках, рикошетах, попадании пистолетных пуль и пуль другого легкого стрелкового оружия на излете. Материал бронекупола шлема 96% аромидные ткань кевлар и 4% стеклонаполнений ПС обеспечивают эксплуатацию изделия во всех климатических условиях с учетом воздействия атмосферных осадков. Конструкция подвесной и амортизирующей системы содействует пассивной вентиляции головы. Размеры шлема подгоняются регулировкой подвесной системы и внутренним расположением демпферных подушек. Кольца на руку типа кастет Очень интересные и необычные орудия самозащиты. С виду это просто кольца, которыми можно играть и складывать их вместе, так как каждое кольцо соединено между собою. Но если вам в какой-то ситуации понадобится что-то типа кастета, то вы с легкостью можете одеть эти кольца на пальцы и получите наручный кастет. Кольца компактные и имеют совсем небольшой вес, прекрасно поместятся в карман джинсов или в небольшую сумку и помогут вам при защите в любой ситуации, в любом месте. Если, конечно, знаете, как ими пользоваться. А вот и конкурс. Приз конкурса «Нож монета» или «Нож коготь». Чтобы принять участие в конкурсе, нужно подписаться на канал, поставить лайк этому видео и написать в комментариях, как вы решаете или будете решать какие-то потасовки, будете лезть в драку или будете решать все дипломатично и мирно. Знаю, что разным людям нравятся разные методы решения. Вот какие методы вы предпочитаете? Обязательно нажимайте на этот колокольчик, чтобы быть в курсе всех моих новых роликов. Спасибо за просмотр этого ролика. Всем пока!